привет дорогие друзья ну что ж еще раз немножко поговорю об таких отличиях в банкнотах 10 гривен как оттенки цвета все эти банкноты 2015 года у меня достаточное количество банкнот разных годов и я такого не выявлял то есть не не было таких отличий в цветах на этих банкнотах не знаю будет ли такое как бы катализировано или нет то есть занесут ли в каталог оттенки вот этих цветов то есть это конечно да можно допустить что это некий брак при замешивании красок и так далее но почему до этого не было такой ситуации это непонятно мне то есть если грубо говоря допускается да некие оттенки и отличия цветов то почему на других годах не выявлено таких серьезных отличий значит мой друг с канала монетная кунг-фу он тоже выявил отличия в цветах на пятигривенных банкнотах я такое тоже видел в принципе но до своих пятерок я еще не добрался чтобы конкретно повыбирать оттенки но допустим в 20 гривен такого я не нашел и в других любых номиналах тоже за 2000 ну за период правления гонтаревой или гонтаревой я так и не выявил значит вся ситуация почему-то именно в десятках и в пятерках на единичках такого я не видел на сотках нового и старого образца и на пятисотках и на полтинниках я тоже не выявил таких отличий в цветах в десятках это достаточно хорошо бросается да они у достаточно не частые банкноты светлые то есть скажем так наиболее редкими банкноты со светлым оттенком наиболее частые банкноты с темным оттенком и вот даже здесь я специально представил несколько видов то есть скажем так прямо как от большего к меньшему да то есть темнее чуть светлее светлее супер светлые то есть примерно так и где-то и видно то есть вот светлая темная светлая такая чуть короче это светлее чем это но темнее чем это ну и вот они вот примерно так притом номера смотрите вот светлая то есть двоечка стоит то есть неважно это может быть и шестерка там и И тройка, видите, четверка вот тоже светлая, двойка светлая. В предыдущем видео я показывал, что там свыше шести идет светлое. И плюс я нашел UE светлое, UD светлое, CB не очень, вот UE. То есть разные серии попадаются как светлые, так и темные банкноты. Значит, как можно к этому отнестись? Можно не обращать на это абсолютно никакого внимания. И типа взял одну банкноту и положил себе в альбом. Но, с другой стороны, вот я сейчас вам показал, грубо говоря, несколько банкнот. А вот теперь как можно сделать? Берешь одну банкноту, вторую и третью условно, да, или вот прямо все три вот так. И все вот так вот красиво банкноты положил в альбом. Все они одна на одной вот так вот лежат в альбоме. Таким образом, это будет как некая позиция. Которая показывает разный оттенок цветов. Можно обойти эту ситуацию и не обращать на нее внимания. Но если это явное отличие бросается в глаза, я как коллекционер, я не могу пройти мимо. Я вам это показываю. Вы делаете вывод. И вы принимаете решение, стоит ли искать или не стоит. Я не вижу смысла тратить на это деньги и специально покупать. По крайней мере, в ближайшие лет пять. А вот через пять лет, когда у многих людей будет сформированы в коллекциях такие наборчики банкнот. То есть, некое отличие по цветам и конкретно только за 2015 год. То через время, я думаю, что начнется еще и поиск, грубо говоря, светлых, темных. И вот есть, например, в каталоге Максима Загребы банкноты 10 гривен. Если не ошибаюсь, то ли 2001 года, то ли 97 или 94 года. Там у них идет тоже отличие по оттенкам цветов. То есть, немножко темнее, немножко светлее. Плюс различие еще по буквам. Ну, здесь отличий никаких нету в плане только цвет. Но как бы там ни было, реально, ну, прикольно же. Вот они лежат, вот разные цвета. И вот положил прямо в альбом себе разные цвета. И лежит эта красота. Почему нет? Но не нужно покупать, не нужно тратить деньги. Просто нужно, вот допустим, на сдаче. Вот эти все банкноты, это с кошелька. То есть, это все, что я получал на сдаче. Я не брал это в банке или еще где-то. Я буквально сейчас отбирал для друга своего банкноты, которые я ему хочу обменять. То есть, грубо говоря, вот это я достал просто из кошелька. Посидел, посмотрел повнимательней. И увидел, что они все практически отличаются по цвету. И сразу вам решил показать. И я вот прям другу вот такой наборчик, ну, подобный наборчик привезу. И обменяю ему на кое-что то, что мне нужно. Ему приятно придет бесплатно. Мне приятно, что у меня тоже такое в альбоме будет лежать. Ну, реально прикольно же. Ну, вот зацените. Ну, реально, 4 или 3 банкноты вот так в ряд красиво уложить в альбом. И таким образом видно эти оттенки цветов. Это же интересно. Это же отличие. Ну, они не редкие. Да, кому-то достаточно будет всего лишь одной банкноты. С другой стороны, мне не жалко там сколько там, 50 гривен, 30 гривен. Но в альбоме это смотрится реально красиво. Разные банкноты, как ни крути, у них оттенок цветов разный. Это действительно интересно. Так что, вот такой вот вывод, который я сделал для себя. Вы сделаете его для себя. Принимите решение, стоит ли искать такое, не стоит. На мой взгляд, достаточно крутая вещь как бы в коллекции. То есть, чем больше у вас коллекция, чем она круче. Элементарно. Вы же захотите кому-то показать свою коллекцию. И прикольно, когда вы вот так откроете, а там лежат десяточки. И человек смотрит, о, в натуре они разные по цветам. О, это уже интересно. Или у вас просто одна десятка 2015 года. Вы поняли мою мысль. Подписывайтесь на канал. Будем искать что-нибудь еще интересное. Я всегда стараюсь что-то найти, что-то необычное. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.